и снова приветствую всех на канале дача мечты друзья как обещал не пришло не прошло и недели через пару-тройку дней мы снова встречаемся у нас наверху ну вторым этажом назвать это честно говоря полноценно нельзя ну мансандра я уже показывал вот это все утеплено вот это вся сторона как видно и даже уже здесь все утеплено под потолок прямо под конек так называемый вот здесь вот эта сторона сделала так и осталось самое сложное вон там видите к чему я сейчас и буду приступать начинать буду вот отсюда снизу и постепенно пойду 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 под самый этот конек уже где-то на метр двадцать на метр тридцать даже выше чем этот заметно вот идет этот конек вот он так а здесь в этой комнате конек получается тогда больше это почти полтора метра разница перепад то есть здесь намного больше работы будет тут вот заметно вот раз и все был вот здесь конек а а здесь конек аж вот он где до полтора метра есть наверное но уже метр тридцать точно но не будем спорить и гадать вот это все надо заделать потом буду думать как фронтоны фронтоны пенопластом пока проклеены и там тоже потом будем думать чем все это заделывать начну я вот с этого угла сейчас ложить вот там у меня запас есть минеральной ваты и здесь вот за спиной как видите тоже еще есть минеральная вата на что хватит на то увы буду располагать и действовать в зависимости от имеющегося у меня материала пока что там может дела наладятся немножко возможно будем уже чуть тратить и еще на добавочный материал пока вот так вот немножко доски там он есть там немножко доски есть вот у нас видно и потом уже будет третий этап это заниматься пол потолок пол здесь оттуда будет потолок там я мы туда еще дойдем вот откуда лестница торчит у нас вот а пока что занимаюсь утеплением крыши ската вот этих крышных ну понятно после утепления минеральной ватой пойдет уже утепление то есть обивка пленкой барьер так называемый пара барьер а наверх обрешетка уже чем отделывать эту комнату точнее тут даже полторы получается комната большая и вот тут будет маленькая как прихожая как может быть хозяйственная комната а тут будет ну планируется я бы сказал и жилая комната поэтому особое внимание вот этому уголку у нас а там по ходу будем бороться со всеми трудностями которые будут попадаться по пути и так приступаем как всегда рекомендую пользоваться хотя бы 224 слоя как у вас там получится маской вот я одеваю масочку такую она хотя бы не всю вот эту вот базальтовую пыль позволяет проникать к вам в легкие верхние даже дыхательные пути ну что ж друзья за дело фронт работы меня ждет будет чего-то уже нового в процессе пока я буду делать вот это до верха результат работы буду показывать конец каждого дня ну если будет что показать пока что ложу традиционно как и ложил тут ничего вымеряем на сантиметр иногда на полтора больше берем размер чтобы хорошо плотненько вставлять вот эти вот плиты минваты вот между стропилами и работаем чтобы не падали монтируем крепим их уже вот такими нитями монтажными она называется мешковая веревка или просто синтетический шнур можно на гвоздики как я вот пробовал можно степлером скобами крепить а потом будем уже думать как как и какую клеену клеена вроде бы у меня рулон есть специальный клеена барьер пара барьер и даже есть вот такой вот он вода барьер или может быть даже просто ветровая пленка одним словом все не переключаемся нас впереди ждет еще очень много всего ну что ж друзья второй день второй части точнее даже мы скажем там я три дня работал и еще два дня на этой неделе работаю по второй части что скажем ну по прошлой я делал отчет тут видно полностью все готово теперь переходим на эту сторону и смотрим ну так чтобы не отсвечивала вот эту полоску провожу полностью вот так сюда и осталось вот две полоски где-то половина и вон там чуть-чуть под коньком вот со весь фронт работы который остался вот у меня практически вот видно да ну что то мне уже аж поплохело поэтому я делаю небольшой перекур и думаю еще один будет взмах я все-таки буду снимать часть третью и уже в части 3 от рапортую что все вот это уже закончена ну а пока небольшой перерывчик спасибо всем кто были со мной на чердачном помещении дачи мечты продолжаем бороться с этой стройкой века пишите как у вас обстоят дела построена ли дача или есть дача как вы с ней мучаетесь или не мучаетесь она вам тягость или на радость не знаю мне хоть тяжело одному но она мне в радость честно когда отсюда приезжаешь в город просто совсем другое не знаю может это только мне пишите буду скучать задачей наверное дня два три перекур будет наверно это никуда не денется это уже где-то хороший день работы тут подогнать про и пройтись по закупоривать где какие огрехи чтобы уже все было к прокладке пленки так называемого уже вводного барьера гидро барьера точнее да правильно сам себя поправил во время пара барьера гидро барьер стоит там от крыши а сейчас будет пара барьер ну а потом а там уже вниз смотрим пол пол туда люк для лестницы на второй этаж или такая дверца будет еще не решил ну и так далее вот уже и стройматериал у меня заканчивается я имею ввиду утеплитель 5 5 кип осталось а было когда я доделывал крышу 13 то есть 8 я уже израсходовал практически ну еще много отходов это все пойдет у нас на пол в основном все что останется вот это и я думаю 4 где-то если учитывая смесье с отходами то грубо говоря пять вот таких вот кип так что пишите жду ваших лайков приводите наш канал рассказывайте о нем своих друзей знакомых близких все друзья всем хороших урожаев всем удачной стройки без косяков без щелей и без сквозняков естественно без гвоздика и задоринки все всем пока удачи счастливо мирного неба и крепкого здоровья до скорых встреч ты